ребят всем привет с вами андрей канал сделайся сам сегодня мы будем настраивать на спутниковые каналы жидкокристаллический телевизор современный lg как это сделать я когда-то подсмотрел на канале в аван ботан спасибо володя тебе за это ну и хотел бы вам показать своей интерпретации и так пациент уже у меня на столе подключили антенну от спутниковой тарелки соответствующему разъему с помощью f-коннектор а сейчас мы его поставим подключим к сети телевизор как горячий пирожок абсолютно новый посмотрите дата изготовления 11 месяц 21 года так что как бы меню у него должно быть самое современное обновленное данное по частотам транспондера ну и сейчас мы посмотрим я уже вчера вечером немного порастраивался с ним сейчас поделюсь впечатлениями с вами если вам привезли телевизор и вы не знаете куда у клиента направлена тарелка спрашивайте у него если он вам ответил что тарелка смотрит на юг значит соответственно эта тарелка эта горыныча то есть это трехголовочная система из hotbed 13 градусов astra он же когда-то был сириусом 4 8 градуса и amos 4 градуса и так мы знаем эту информацию теперь нам нужно где-то достать информацию по частотам транспондеров их симольной скорости и других параметрам а также для некоторых каналов нам нужно узнать без ключей я вам рекомендую сайт lugasat.rua ссылка будет в описании на этот сайт очень удобный сайт заходите выбираете соответствующий спутник открывается таблица с параметрами я ее распечатываю обычно для удобства так как не так быстро эти параметры меняются то некоторое время эти листики вполне даже актуальны переходим настройки каналов на телевизоре каналы не настроены это конечно плохо но ничего страшного нажимаем на домик это меню выбираем с помощью кнопок управления то есть с помощью джойстика и с помощью кнопки ok которая может быть подписано ok может быть просто посрединке делаем выбор на настройках шестеренка вот такая вот кей теперь делаем выбор на всех настройках кей вкладка общее переходим право и выбираем вкладку каналы ok поиск каналов и настройки ok теперь переходим на вкладку режим приема и выбираем спутник у меня уже выбран давайте посмотрим что там еще есть эфирная тв кабельная тв и спутник и теперь переходим на вкладку настройки спутника здесь мы добавляем список спутников с помощью вкладки добавить спутник выбираем ее активируем то есть ну нажимаем ok и активируется вот такое вот окошко давайте добавим спутника bs2 для примера и еще раз добавим спутник арабсат вот мы добавили два спутника как удалить ненужные спутники если вдруг случайно вы добавили не тот выбираем вкладку удалить спутник ok ставим галочку на тех спутниках которые необходимо удалить вот те два спутника которые мы только что добавили и опять переходим на вкладку удалить нажимаем ok все спутники удалены таким образом мы можем добавлять и убавлять сколько хочешь спутников но здесь есть один такой интересный момент настройках вот не знаю почему изначально здесь стоял спутник еутылса 36 градусов он стоял один единственный так вот когда мы выбираем например вкладку удалить обратите внимание что первый спутник сразу же гаснет то есть на первый спутник мы галочку поставить не можем почему так давайте выберем отмена охрана отмена кей значит смотрите переходим на самый первый спутник его нельзя удалить он постоянно один единственный должен оставаться но его можно изменить для этого заходим на него нажимаем ok и открывается настройки спутника и вот здесь самой первой вкладке мы можем поменять на любой нам необходимый спутник нажимаем ok и вот список спутников самый первый выбираем из нашего списка остальные добавляем вот таким вот образом частота лнб должна быть у всех наших astra 48 hotbed и amos 9750 дробь 10600 здесь стоит транспондер astra это единственный я ввел предварительно транспондер потому что те параметры транспондеров которые стояли родные они вообще не подходили я вам скажу что здесь не на один спутник не соответствует параметры параметры мы можем сверить по вот этих вот таблицах которые я вам только что показывал и распечатал это у меня обновленные списки а скорее всего здесь какие-то очень устаревшие данные были внесены поэтому это нужно сразу же сверить и если что не так по удалять старые транспондеры и добавить новые как удалить и добавить я расскажу немного попозже или можно просто отредактировать транспондеры но не в этом меню это все дело делается дальше тон 22 килогерца у нас для этих спутников спутников выключены питание лмб то есть на головку питания включено и дайсик что такое дайсик вот этот коммутатор вот эта коробочка посрединке это есть дайсик он подает питание на необходимую головку необходимая головка из эфира принимает необходимые радиоволны ну то есть те радиоволны которые падают плоскость этой головки и обрабатывает сигнал и выдает на ресивер данном случае нам нужно чтобы была запитана та головка которая настроена на астру для этого если вот скажем вы пришли к какому-то человеку не знаете какой последовательности мастер включил кстати вот он этот дайсик для примера обычно у него нумерация идет 1 2 3 4 видите lnb 1 lnb 4 lnb 3 и lnb 2 это выводы идущие к головкам а вот rx или ax это вывод идущий к ресиверу по-другому говоря к тюнеру либо к телевизору и соответствует единице b входу 2 си входу 3 иди входу 4 если неправильно будет выбран ход и при этом будет правильно стоять параметры транспондера то у нас уровень сигнала будет на нуле если правильно выбран ход то уровень сигнала через несколько секунд появится какое-то значение стремящиеся к сотне вот смотрите давайте поменяем для примера со входа b на вход a то есть на первый вход и смотрите что произошло уровень сигнала пропал меняем на си тоже не появляется меняем на д то же самое возвращаем на второй набить и через несколько секунд уровень появляется говорящий о том что мы угадали со входом хорошо но еще раз обязательно повторюсь что частота транспондера и другие параметры символьная скорость поляризация должны быть правильно настроены правильно выбраны вот у меня изначально на этом телевизоре были неправильные значения и поэтому вот я не обратил внимание на это начал менять входа уровень сигнала меня не постоянно не появлялся я думаю что за беда потом посмотрел сверил что не совпадает при том не совпадает ни на одном спутнике вот такую кашу-малашу наделали в этот раз китайцы после этого когда вход правильно выбран переходим на вкладку готова и смотрите тут есть один очень важный момент вот в этого телевизора этот момент есть других телевизоров я такого момента не помню когда вы сохранили этот вход вот я сохранил для своей антенны там для астры это у нас бе будет там для масса по моим и первый вход для от беда это 3 си и скажем я приду человеку вернее я дам ему телевизор и по нормальному я обычно телефоном режиме рассказываю как зайти в меню как переключить вот этот вход посмотреть что появился уровень оставить необходимый вход и как бы настройка закончится то есть у человека может быть другая комбинация подключения к этому коммутатору я ему все расскажу и как бы не не надо к нему ехать потому что это потеря времени я сейчас стараюсь никуда не ездить меня и дома постоянно хватает работы так вот в этом телевизоре если вы захотите поменять параметры портов дайсика то у вас автоматически удаляться каналы все каналы того спутника представляете вот такая вот ерунда и что же какой выход выхода 2 либо идти и по месту настраивать но это не вариант потому что три-четыре часа нужно потратить на настройки либо второй вариант приехать полезть на антенну и переподключить так как подключена у меня дома на моей антенне это как бы самый простой выход чтобы по новому делать установку канала скажем у вас есть тот транспондер что нужно вы поставили необходимый вход головки как дальше отсканировать нажимаем возврат выбираем ручной поиск делаем выбор на необходимый спутник в первой вкладке где написано спутник во второй вкладке делаем выбор на необходимом транспондере но сейчас на этом спутнике я пока что ввел только один и переходим на укладку добавить нажимаем ok после этого происходит сканирование добавлено 16 каналов теперь смотрите когда мы по всех спутниках по всех транспондерах вручную пройдемся можно в автоматическом режиме тогда он сам по всех спутниках и по всех транспондерах пройдется если в ручном режиме то нужно самому выбираем закрыть и смотрим что уже у нас насканировалось для этого выходим так первый канал какой-то нерабочий третий канал славянский канал все нормально апостроф тиви сворожичи это нормальные рабочие каналы теперь смотрите нам нужно отредактировать то есть убрать вот эти нерабочие каналы для этого мы опять заходим в меню нажимаем домик переходим пункт настройки шестеренка переходим на три точки все настройки делаем выбор на общие шестеренка нажимаем кнопку вправо выбираем вкладку каналы вкладка редактор каналов и начинаем редактировать редактировать все каналы окей здесь еще один вылазит негативный момент посмотрите есть у нас четыре вкладки блокировать разблокировать одна вкладка вторая переместить третья вкладка пропустить восстановить и четвертая изменить номер а вкладки удалить нет представляете здесь в этом телевизоре я значит потратил час своего времени чтобы найти информацию в интернете чтобы перелопатить меню в телевизоре и оказывается у него нет такой возможности чтобы удалить канал а что же делать выход есть переходим с цифрового ТВ и делаем следующее делаем выбор ставим галочки на тех нерабочих каналах или каналы которые вещаются на иностранных языках которые нам не нужны так sirius tv и оси кстати когда мы делаем выбор на том канале то канал соответственно открывается в окошечке ковид 19 это тоже не наш канал ну и вроде все теперь переходим с помощью кнопочки вправо на наши функции на вкладки и выбираем пропустить все эти каналы пропущены они как видите светятся серым цветом теперь вот если выйти из меню то у нас будет следующее при переключении смотрите 15 канал если я назад нажму то уже будет 13 то есть пропустила еще раз назад нажал 12 11 8 почему такая глупая нумерация потому что она пропускает эти каналы это весьма неудобно ну вы знаете что у вас там по очереди там первый канал этот второй этот и так далее по очереди а тут как-то первый пятый десятый скажите неудобно для того чтобы это было удобно это все дело можно исправить опять заходим настройки ну и доходим до редактирования каналов все настройки общие каналы редактор каналов и теперь редактировать все каналы мы выбираем опять те же каналы которые мы пропустили переходим опять на наши укладки и выбираем переместить нажимаем ok и теперь смотрите мы появились вот здесь и опускаемся в самый низ после нашего рабочего последнего шестнадцатого канала и нажимаем ok после этого вся группа этих пропущенных каналов просто перемещается в самый конец списка и теперь у нас все будет нормально одиннадцать получается у нас поочередно каналов рабочих а остальные не рабочие потом по мере добавления мы будем делать точно так же выделять каналы пропускать и потом выделять каналы и перемещать их в самый конец списка давайте выйдем отсюда нажав кнопку возврата и смотрите вот первый канал у нас рабочий второй третий переключаем вперед вперед до одиннадцатого и опять с первого начинается все как положено все у нас нормально теперь еще один момент я вам обещал показать нажимаем меню как добавить и удалить транспондер и как его редактировать вот этот момент еще если вы научитесь делать то в принципе вам все шабашки в руки все настройки думает пока общие по настройке спутниковых каналов на вот таких вот телевизорах каналы поиск каналов и настройки редактор транспондеров и вот смотрите например спутник амаз вот я запустил спутник амаз и вот давайте возьмем рабочий список и посмотрим 11 тысяч 140 горизонталь то есть горизонтальная поляризация и символьная скорость 30 тысяч давайте искать такой транспондер 11 тысяч 140 опускаемся опускаемся посмотрите есть похожий но это не то частота совпадает поляризация горизонтал совпадает а вот 3200 символьная скорость не совпадает мы можем сделать несколько вариантов либо удалить вот эти все транспондеры потому что как я вам сказал они неправильно забиты то есть ну часть их вообще лишних часть их с неправильными параметрами и либо можно отредактировать как отредактировать показываю вам нажимаю на тот транспондер и появляются его параметры частота нажимаю окей перехожу на пункт стирания на стрелочку нажимаю окей и с помощью цифр ввожу ну у нас было это значение но я для примера чтоб полностью показать 11140 ввел это значение выбираю отправить если например вам понадобится частоту подправить а вот поляризация и символьная скорость у вас будет нормальная горизонтальная правильно у нас стоит символьная скорость делаем окей то есть выбор чтобы изменить параметр и точно так же стираем и набираем 30 тысяч отправить и сеть мы не посмотрели вот здесь стандарт если ничего не написано то DVB-S если записано DVB-S2 то это DVB-S2 но здесь у нас ничего не записано в самой первой строке поэтому DVB-S оставляем как положено и делаем выбор готово но как видели там был только что уровень давайте еще раз перейдем почему-то уровень сигнала у нас не появился непонятно да а почему а потому что у нас вход дайсика неправильный стоит для этого давайте выйдем отсюда покажу вам еще как удалять транспондеры выбираем вкладку удалить и выбираем ставим галочки на тех транспондерах которые необходимо удалить и так далее после этого возвращаемся на вкладку удалить и те транспондеры которые я выбрал удалились добавить аналогично тому как мы редактировали когда вы добавили вы нажимаете вкладку добавить если вы ввели необходимое количество транспондеров то чтобы выйти отсюда нажимаете готово теперь еще один момент давайте выйдем отсюда выйдем с редактора транспондеров и зайдем на настройки спутника мы только что редактировали спутник амаз его транспондер и мы ввели одну рабочую частоту но к сожалению почему-то уровень сигнала у нас не показал потому что у нас неправильный вход по дасику стоит заходим видим D переставляем на A ждем пару секунд и о чудо ребята появился хотя у нас транспондер не тот правда стоит давайте найдем наш транспондер который мы ввели 11000 140 вертикал 30000 и посмотрим работает ли наш транспондер принимается ли так и и не принимается B пробуем нет приема C есть прием вот видите ребята там какие-то левые транспондеры были и те частоты неправильные они ловились другими головками и это вас может сбить с толку на самом деле получается у меня амаз стоит на третьем входе на C вот видите а на других входах он не работал остальные транспондеры я предлагаю вам точно так же удалить ввести рабочие транспондеры согласно этим спискам после этого либо в автоматическом режиме либо как я показывал в ручном режиме отсканировать на каждом спутнике каждый транспондер отредактировать как я вам уже показал каналы и после этого вы можете наслаждаться просмотром спутниковых телепередач на этом телевизоре на этом все ребята всем спасибо за внимание у кого хватило терпения досмотреть этот длинный ролик до конца и не поставить мне диз еще на первой минуте всем счастья здоровья и удачи без удачи ничего не получится до новых встреч пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч